В обновленной версии iOS 14.5 есть функция конфиденциальности информации. Теперь владельцы iPhone могут выбирать делиться своей информацией на просторах интернета или скрыть ее. Чем это обернется? Из плюсов. Мы избавимся от чувства, что приложения нас прослушивают. Из минусов. Реклама не исчезнет насовсем и станет менее релевантной нашим интересам. А еще таргет подорожает. Обновление обернется повышением стоимости охвата или же увеличением количества людей, которые не являются ЦА. А что же в Узбекистане? Ситуация несколько иная. Из 100% пользователей мобильных устройств 92% предпочитают Android и только 7,5% iOS. Так что если у вас не нишевые люксовые продукты, вы можете об этом не переживать. В начале года онлайн-издание Forbes писало о топ-трендах маркетинга в 2021 году. Один из них рассказывал о том, что большую часть времени в 2020 люди провели в планшетах и макбуках, экраны которых пострили видео, анимации и тоннами всплывающей рекламы. В результате на смену баннерной пришла диджитал-слепота. И теперь вероятность того, что люди обратят внимание на статичные билборды в городе гораздо выше. Все бы ничего, но в Ташкенте уже второй месяц разбирают рекламные щиты, вместо которых устанавливают LED-экраны. Однако выход есть. Можно поэкспериментировать и попробовать разместить статику на экране. Как минимум, будет необычно. Технологии разбиваются и дарят нам такие чудеса, как Non-Fungible Token или NFT. Для начала это невзаимозаменяемый токен. То есть технология, которая позволяет закрепить свои права на какой-либо объект в виртуальной реальности. Предмет искусства, вещь в компьютерной игре или даже недвижимость. Что нам это дает? Возможности нового рынка. Например, можно продать JPEG-файл за 69 миллионов, как это сделал Майка Винкельман. Или первый твит за 2,9 миллионов. Можно проводить выставки нового формата. Например, Эрмитаж изучает возможность проведения выставки работ, выполненных в формате NFT. Правда, не все так радужно. По результатам исследований современных художников, производство одного усредненного NFT-токена может вызвать выброс до 200 килограмм парниковых газов. Это, чтобы вы понимали, 800 километров на автомобиле. Как скоро придет популярность NFT в Узбекистане – вопрос. Но давайте предположим, что бы мы могли выставить на продажу NFT-произведения Музея искусств или первой цифровой суммы. Главное, чтобы нашлись покупатели. А вообще, можно ничего не чеканить, занять позицию наблюдателя и посмотреть на развитие событий. Вполне возможно, что NFT – всего лишь мыльный продукт. Макдональдс – сеть ресторанов быстрого питания, существующая с 1940 года. Мировую экспансию сеть начала в 1967 году, открыв первый ресторан за пределами США в Канаде. Макдональдс. В Японию Макдональдс пришел в 1971-м и в текущем празднует 50-летие, в честь которого опускается в ретро. На упаковку возвращается самый первый маскот бренда – повар Спиди. Его использовали в 1940-х годах в качестве первого логотипа компании, и только в 1962-м его заменила знаменитая буква «М» или «Золотые арки». А самого повара с головой формы бургера заменил в 1965 году клоун Рональд Макдональд, который за свое существование претерпел значительную эволюцию. Синтез любит бренды с историей, потому что это богатый материал для исследований. Любой графический элемент, а тем более маскот, отражает в себе тенденции вене времени, в котором он был создан. Обращаясь к локальной фуд-индустрии, возьмем Эвос, которой больше пяти лет на рынке, хочется поразмышлять, сможем ли мы в будущем по их айдентики считать процессы и тенденции, которые отражают время их создания. С середины нулевых Сбербанк на российском рынке ассоциировался с консерватизмом и бюрократией. Однако буквально за год ситуация кардинально изменилась. Теперь акцевации и даже ситуативный маркетинг построены на актуальных трендах. Например, компания и клип для нее с Данией Милохиным, на секундочку, 12,8 миллионов подписчиков и 709 миллионов лайков в TikTok, которые принесли банку 700% возврата маркетинговых инвестиций. Участие Веры Брежневой, кавер на Лабутен и группу Ленинград. Сбербанк отслеживает все инфоповоды и на волне всеобщего интереса и популярности попыт, банк органично интегрировал игрушку антистресс в свою систему и даже приурочил это ко дне защиты детей. Цифровой попыт от Сбера могут поиграть предприниматели. Все мы дети в душе. При этом можно не только снять напряжение, но и получить советы по бизнесу, а также подарки. Например, скидки и специальные предложения от компаний экосистемы, Сберрешения, Сберлогистика, Работа.ру и другие. К сожалению, банковский сектор в Узбекистане пока не такой прогрессивный. Это напрямую связано с отсутствием сильной конкурентной среды и одного активного иностранного банка в Малавако. А пока мы, простые обгуватели, ждем прогресса в этой сфере, можно поиграть в опыт от Сбера по ссылке у вас на экране. Скидками воспользоваться мы не сможем, но полезные советы изучим. Это был Синтез и наш дайджест за май. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий дайджест за июнь.